Выпуск подготовлен при участии сети салонов Diva Optica. Одни очки позволяют хорошо видеть вблизи, другие вдали. С прогрессивными очковыми линзами Hoya Lux вы будете одинаково хорошо видеть и вблизи, и вдали. Hoya Lux. Комфорт и идеальное зрение в одних очках на любом расстоянии. Салоны Diva Optica. Проспекта Белкаирхана, 44-1. Телефон 24-84-84. Улица Братьев Жубановых, 290А. Телефон 51-35-00. Выпуск подготовлен при участии сети салонов Diva Optica. Добрый вечер. В эфире информационная программа «Факт» с новостями к этому часу. Осель Кинжалина. Президент Казахстана Нурсултан Азарбаев встретился с Акимом Мангистауской области. Яралы Тухжановым сообщила пресс-служба главы государства. В главе государства были представлены отчеты о социально-экономическом развитии региона и в ходе подготовки к саммиту глав прикаспийских государств. В Актау планируется проведение саммита глав прикаспийских государств, в котором примут участие руководители и делегации из пяти стран. Следует проработать все организационные вопросы предстоящей встречи, приводятся слова Нурсултана Азарбаева. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. Переговоры в Астане по Сирии позволяют женевскому процессу продолжаться, заявил заместитель специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Рамзи Зельдин Рамзи. Все усилия Казахстана по Сирии очень важны. Они поддерживают усилия Организации Объединенных Наций. Астана укрепляет женевский процесс и прогресс женевского процесса. Спасибо Астане за все усилия. Астанинский процесс позволяет женевскому процессу продолжаться. Мы будем при вашей поддержке двигаться дальше, сказал Рамзи сегодня на международной конференции «Астана – город мира». По его словам, переговоры в Астане создают условия для мирного урегулирования ситуации в Сирии. Астана останется в центре политики и внимания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Астана будет продолжать быть центром притяжения. Так, для лидеров мировых и традиционных религий в Астане состоится съезд. Столица останется в центре политики и внимания Совета Безопасности ООН, сказал Абдрахманов сегодня на международной конференции «Астана – город мира». Также, по его словам, ожидается официальная презентация Астанинского международного финансового центра и много других событий и мероприятий, приведенных 20-летию города, которые не ограничатся 6 июля и будут на протяжении всего года. Министр здравоохранения Республики Ельжан Бертанов намерен вылететь в Алматы, чтобы лично проверить ситуацию с менингококковой инфекцией. «Сегодня мной планируется выезд в Алматы и Алматинскую область с целью оценки эффективности проводимых мероприятий в соответствии с утвержденным планом. После оценки при необходимости принимаемые меры будут скорректированы», сказал Бертанов на заседании правительства. Накануне в своем докладе Бертанов сообщил, что с начала 2018 года с подозрением на менингококковую инфекцию обратились 593 человека. В том числе госпитализировано 213 человек. Диагноз «менингококковая инфекция» подтвержден на 58 пациентов. При этом уже зарегистрировано 13 случаев с летальным исходом. Подготовка учителей для преподавания в старших классах четырех предметов на английском языке может затянуться на 2-3 года, сообщил министр образования и науки республики Ерлан Сагадеев. Более 8 тысяч преподавателей продолжат обучение до уровня БИЦУ, без которого мы не можем их запустить в класс, как и было запланировано. Плюс 6 тысяч выпускников педагогических факультетов на уровне бакалавриата и магистратуры обучаются преподаванию на английском языке. Поэтому, думаю, за два года мы с этой задачей не справимся. Но за 3-4 года вполне возможно, что все школы перейдут к преподаванию отдельных предметов на английском языке. Минимум один, максимум четыре в 10-11 классах по всей стране, сказал Сагадеев, отвечая на вопрос депутата в ходе пленарного заседания Машириса. После рекламы вернемся к событиям в Ак-Тубе. Оставайтесь с нами. Казахстан сегодня вспоминает один из самых страшных церактов. Он произошел в нашем городе ровно два года назад. Напомним, 5 июня 2016 года группа людей совершила вооруженные нападения на два оружейных магазина и воинскую часть 66-55. Кто не прошел сегодня мимо этой трагической даты, узнавали наши корреспонденты. Это территория воинской части Министерства внутренних дел 66-55. Расположена она на улице Есет-Батыра. Сегодня здесь спокойно. Никто из жителей Ак-Тубе с букетами и свечами в память, а погибших с утра замечен не был. Представители воинской части рано утром провели возложение цветов к памятнику погибшим. На КПП части сегодня можно было увидеть Гульжан Еренову. Два года назад женщина потеряла своего сына Берегжана Калиева. Он являлся военнослужащим воинской части и в тот день дежурил на КПП, принял основной удар при попытке захвата части на себя и погиб от рук террористов. Со слов Гульжан Еренова, сегодня ее пригласило руководство воинской части на специальное мероприятие, посвященное памятной дате. Сын умер ровно два года назад. Для нашей семьи это тяжелая потеря. У него осталось четверо детей. Растить их нам помогают военное руководство и его коллеги. Мне хочется сказать вот что. Пусть никогда такие события не повторяются. Пусть всегда будет мир. Мы матери никогда не должны хоронить своих детей. Похожие минуты в день теракта пережили и другие актюбинцы и их родственники. Он уже пенсионер был. На следующий день 69 должно было исполниться. Прямо на глазах у жены его убили. Такой парень отзывчивый был. Вот и в тот день за сменщика работать вышел. Получается, жизнь ему спас. Восемь погибших. Трое из них военнослужащие. Актюбин в те дни превратился в одну сплошную площадку спецопераций. Дороги перекрыты, в небе военные вертолеты. Связь работала с перебоями. Все сети перегружены. В городе был объявлен режим антитеррористической операции. Два года назад то, что произошло, я считаю, это ослабление идеологической работы. Социальные проблемы. Чрезмерный либерализм зачастую, граничащий с безответственностью. Поэтому происходят вот такие вот идеологические перегибы, которые приводят к таким событиям. Мы приехали сюда в гости. Я здесь родилась в Актюбинске. Я не была здесь 23 года. Но мы общаемся с одноклассниками и следим всегда за новостями родного города. Конечно, мы очень переживали, когда узнали о том, что это все было. Это распущенность, это халатность не людей, а это все, как говорится, начальство должно смотреть на все это. Да, и должна быть, как говорится, подготовка ко всему, как говорится, должен быть готов в любую минуту. Я соболезную тем людям, у которых погибли эти родственники, я так полагаю. У оружейных магазинов «Паллада» и «Пантера», а также у самой воинской части сегодня о трагедии ничего и не напоминает. В воинской части обновили абсолютно все. Теперь здесь новые высокие заборы из бетона, колючая лента «Егаза», а у въезда на КПП установлена противотаранка. Повсюду видеокамеры. Спиральный барьер виден теперь и жителям дворов, расположенных рядом с воинской частью. Мы установили забор, ограждение усилили, видите, во всех точках военного городка установлены видеокамеры, инженерные устройства. Силовики ликвидировали тогда 18 преступников, задержали 9 человек. Обвиняемые в совершении теракта были названы последователями религиозного течения с элафизом. За участие в нападениях осудили 9 человек. Семерым дали пожизненное лишение свободы. Одному 22 года и еще одного лишили свободы на 20 лет. Кроме того, 18 обвиненных в недонесение о преступлении получили от 2 до 5 лет лишения свободы. А сегодня военные проводили учения для бдительности и контроля. Именно поэтому с их слов на территорию воинской части 66-55 сегодня не впустили представителей СМИ. Военным устроили проверку представители Совбеза. Сегодня проводится командно-шеставные учения, республиканские, дабл, вы знаете. Весь личный состав сейчас готов поднять по тревоге и заниматься по заданию. Республиканские учения проводят 4 по 9 июня. В этот период всех проверять на боевую готовность. Войска национальных городов всегда готовы на стражи безопасности Республики Казахстан. К слову, свою готовность реагировать вовремя сегодня военные проверяли и на территории РИКО-ТВ. Во второй половине дня здесь были замечены люди в военной форме с автоматами на перевес. Такие учения, со слов руководства регионального командования Запад, позволяют подготовить военных к различным сценариям отражения диверсии. Тем более, что жители Актубе, как показал Блиц-опрос, абсолютно доверяют военным и полицейским. И считают, что находятся в полной безопасности. Ну, нормально, наверное, чувствую, потому что в этом году что-то ничего не слышно, ничего не видно. По крайней мере, мы уже чувствуем себя как бы освобожденно от всяких вот этих терактов. Вы знаете, в безопасности мы себя чувствуем. Конечно, всегда надо быть бдительными. Очень важно то, и спасибо властям, то, что о нас заботится наше государство. Ну, если даже что-то и будет, оно об этом, от этого, как говорится, никто не застрахован. Я думаю, что все у нас будет хорошо. Я думаю, у нас вооруженные силы сильны и отвергнут все теракты. Я считаю, что Казахстан – это многоконфессиональная страна, где должны, конечно, все иметь свободу совести, вероисповедований, но мера должна быть во всем. И там, где начинается моя свобода, заканчивается свобода другого. И наоборот, каждый из нас имеет свободу, но свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Поэтому надо как-то терпимо относиться друг к другу, уважать друг друга, любить друг друга и жить одной братской семьей. Ситуация по менингококковой инфекции в Актюбинской области стабильная. Об этом сегодня на пресс-конференции в региональной службе коммуникации сообщила руководитель Департамента охраны общественного здоровья Нурсулу Биркембаева. Поводом для встречи с журналистами стали тревожные новости, связанные со смертностью от менингококковой инфекции в нескольких регионах страны. Почти каждый день в казахстанских СМИ появляется информация о смерти еще одной жертвы менингококковой инфекции. Только на сегодня в стране зарегистрировано 58 случаев заболевания менингитом, из которых 18 человек – дети до 14 лет. Умерших – 13. Сегодня стало известно о смерти 17-летнего студента с подозрением на менингит в Талдыкургане. Ситуация дает серьезный повод для тревоги, но санитарные врачи Актюбе уверяют – в области все спокойно. На сегодняшний день, на 5 июня 2018 года, по Актюбинской области зарегистрировано 3 случая менингококковой инфекции, из них до 14 лет двое, один взрослый. Все три случая зарегистрированы в городе Актюбе. На сегодняшний день все три случая пролечены, исход благоприятный, благодаря своевременному обращению больных, за помощью медицинской организации. Из трех зарегистрированных случаев менингококковой инфекции лабораторно подтверждены двое, и один диагноз поставлен одному больному по клиническим проявлениям. По словам Беркинбаева, менингококковая инфекция может передаваться в местах скопления людей, а также при тесном контакте с бактерионосителем. Поэтому врачи рекомендуют проводить частные влажные уборки, проветривание помещений в детских и дошкольных учреждениях, в воинских частях и в мечетях. Также чиновник от здравоохранения отметила, что маски стоит носить в закрытых помещениях, а на улице лучше дышать свежим воздухом. Нурсулу Беркинбаева призвала актюбинцев не заниматься самолечением и при малейших симптомах обращаться к медикам. Здесь нельзя заниматься, вот почему я еще раз акцентирую внимание, самолечением, потому что в первые дни и даже первый день или в первые часы это как бы рядовое простудное заболевание. Но однако при, значит, менингококковой инфекции это стабильная высокая температура, и у некоторых появляется сыпи, это обычно на нижних конечностях, на щеках, они такого как бы в виде звездочек, но врачи об этом сразу уже знают. Поэтому первые часы, первые дни нельзя упускать. Напомним, ранее глава Минздрава Республики Ельжан Бертанов заявил, что в Казахстане пока не будут объявлять карантин в связи с ситуацией с менингококковой инфекцией. Он также назвал массовую вакцинацию против менингокока неэффективным и достаточно затратным мероприятием. Тем не менее, министр пообещал, что не допустит спекулятивных цен и завышения стоимости лекарств и вакцины от менингита. Отметим, что прививка от менингита делается на платной основе и стоит она от 20 тысяч тенге и выше. Руководитель областного управления здравоохранения Осет Калиев сообщил, что вакцина от менингококковой инфекции в области имеется, но в каком количестве не уточнил. Осель Кинжалина, Сергей Калашников, программа «Факт». Сегодня в Казахстане отмечается День эколога. Торжественное мероприятие, посвященное также 46-й годовщине Всемирного дня окружающей среды и 30-летию создания природоохранных органов республики, состоялось в конференц-холле Медуниверситета имени Марата Успанова. Участие в нем приняли ветераны службы, учащиеся школы, колледжи, представители госорганов и неправительственных организаций. Люди, призванные охранять и беречь окружающую среду по долгу службы, защитники природы по убеждению, неравнодушные граждане, сегодня принимают поздравления. Этот день объединил одновременно три важные даты. Все они официально признаны мировым и казахстанским сообществом. По случаю и этот торжественный форум. Наша страна на протяжении 30 лет обеспечивает экологическую безопасность своих жителей, решая вопросы в тесном взаимодействии с государственными органами и частными компаниями. Повод для встречи хороший, но проходит она на фоне существующих и надолго затянувшихся проблем октябинцев. Первое – это запах сероводорода, который до сих пор как ложка дегся для всех и каждого. Если о сероводороде в городе Ахтебе, который накрывает город, то в основном его источником являются канализационные стоки, которые в канализационных трубах без кислорода начинают гнить и разлагаются на сероводород. И он в результате потом выходит наружу. То есть это нормальная ситуация, на ваш взгляд? Вообще, это как нормальная ситуация? Это природой заложено. Но дело в том, что сейчас нами проводится работа, чтобы уже изначально у хозяйственных субъектов, как мы говорим, экологическая культура, то есть хозяйственные субъекты должны уже сами вносить свою лепту и свои стоки они уже должны путем биологических добавок, химических каких-то добавлять, чтобы уже минимизировать уже появление разложения на сероводород своих стоков. Из последних проблем можно назвать недавний мусорный коллапс. И хоть в праздник не принято говорить о плохом, не спросить от имени всех горожан об ответственности. За этот удар по экологии мы не могли. Хоть ситуация уже более или менее стабилизировалась. Хочется сказать одно. Какие бы ни были превентильные, экстраординарные меры, без поддержки общественности, очень тяжело это будет делать. Поэтому основной наш приоритет, как департамент экологии, это создание экологической культуры общества. То есть каждый должен знать, что нельзя ссорить. Если каждый не будет ссорить, я думаю, уже и проблем не будет. Ну и о приятном сегодня прозвучали добрые пожелания, обращенные ко всем присутствующим в зале. Посыл для всех один. Наша природа очень болезненно реагирует на бездумные решения чиновников и безалаберность предприимчивых бизнесменов, на равнодушие обычных граждан, каждый из которых в ответе за то, какой город они оставят потомкам. А вот они-то как раз и отразили это в своих рисунках и сочинениях в рамках проведенного накануне конкурса. Сегодня экологи наградили авторов лучших работ. Призерами стали 88 студентов и школьников. Ирина Гуць, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В парке первого президента сегодня были подведены итоги конкурса «Лучшее дидактическое пособие сенсорный домик» среди организаций образования области. События отметили большим детским праздником с участием представителей власти, конкурсантов, волонтеров и спонсоров. 2018 год в Актюбинской области объявлен годом ребенка, в связи с чем был дан старт проекту «Бакатбала», цель которого заключена в создании полноценного жизненного пространства для детей. Сегодня мы собрались ради них, ради них эти подарки подготовили. Я думаю, что если у нас в области будет очень много таких прекрасных, замечательных праздников, то мы сможем сделать счастливое детство, мы можем сделать наше будущее счастливым. В рамках реализации данного проекта проведено множество мероприятий по улучшению материальной технической базы организации образования обеспечению безбарьерного и полноценного доступа особых детей к обучению, в том числе и конкурс дидактических пособий. У нас по Октябрьской области 5652 дети-инвалиды. Из них 588 детей – это ДЦП, дети. Они обучаются на дому, учатся в школах, в инкульсивных классах. На День защиты детей наши учебные заведения, это колледжи, школы подготовили для таких детей сенсорные домики. Это домики для моторики. Первые мы вручили эти задания колледжам, но у нас еще присоединялся наши школы, вот все готовили. Организациями образования было изготовлено и представлено на суджюри 588 сенсорных домиков. В конкурсе приняли участие 129 школ и 35 колледжей. Сегодня победителям вручили грамоты и денежные сертификаты. Необычные пособия были затем переданы в руки непосредственных адресатов. Домики наполнены специальным содержанием с учетом тех задач, которые предстоит решать ученикам в инвалидных креслах. По мнению педагогов, все это поможет лучше усваивать материал, развивать моторику, логику и память. Сенсорный домик прежде всего предназначен для развития мелкой моторики, для развития математических способностей детей, для социализации. То есть это своего рода пособие, помощник нашим педагогам в обучении и воспитании детей с особыми образовательными потребностями. Герои праздника сегодня также получили подарки от спонсоров. Мягкие игрушки, конструкторы, развивающие игры, воздушные шары и сладкое мороженое. А все приглашенные зрители, возможность порадоваться вместе с ними под вокальные и танцевальные номера, подготовленные с большой любовью. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». На этом все. Смотрите нас онлайн в любое удобное время на сайте www.tv.kz и подписывайтесь на наш аккаунт в Инстаграм. Всего хорошего, ждите новостей. Субтитры подогнал «Симон»!